приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами хотим поделиться важными народными приметами советами рекомендации как приумножить деньги в своей жизни соблюдая эти простые правила и советы вы действительно сможете много чего добиться далее друзья все более подробно в этом видео прямо сейчас ставьте лайк этому видео вам ничего это не стоит а нам приятно и так ставьте лайк между нами возникает энергообмен а значит мы у активизируем и увеличиваем денежную энергию так ставь лайк а с нас ценная информация вы наверное замечали что вы сами упорно трудитесь но решить все свои финансовые проблемы вам ну никак не удается вы знаете что деньги это энергия и очень важным является то что нужно научиться с ней правильно обращаться чтобы удержать ее возле себя но немаловажным является и уважительное отношение к ней поэтому нужно знать это что не нужно делать чтобы не закрывать свой денежный канал жизни существует очень много денежных примет которые соблюдаются на протяжении долгого времени они передаются из поколения в поколение о них можно сказать что они проверены временем и что самое главное они работают они действуют и многим помогает обойти неприятности и привлечь в жизнь достаток и успех и сегодня в этом видео мы поговорим о том как не только сохранить но и приумножить ваши деньги используя мудрость наших предков эти простые народные приметы помогут вам преодолеть проблемы с финансами и стать на путь к счастливой жизни вы интуитивно интуитивно выберите себе те приметы которые вам действительно по душе придерживаясь их вы многое сможете изменить своей жизни помните что если в доме где вы живете постоянно текут краны то не стоит удивляться что у вас постоянные проблемы с деньгами потому что деньги утекают от вас вместе с водой если вам на сдачу дали купюру а ее в серийном номере буквы совпали с вашими инициалами знаете эта купюра должны стать вашим денежным талисманом она пришла к вам на энергетическом уровне и нужно положить ее к тем деньгам которые вы сберегаете и таким образом они будут притягивать к вам денежную энергию большом количестве а вот если вы нашли монету на пороге обратите на нее внимание если она лежит орлом вверх поднимите ее потому что именно она будет способствовать поступлению денег к вам а если вот орлом вниз то не берите потому что в случае все произойдет наоборот вашей жизни если вы получили свою первую зарплату и и ни в коем случае нельзя тратить в этот же день принесите ее домой она должна обязательно переночевать в вашем доме если поступить вопреки этому совету то этим вы к сожалению выскажите неуважение к денежной энергии покажете что не готовы соблюдать правила связанные с ней поэтому не удивляйтесь когда она уйдет от вас в дальнейшем зарплату всегда нужно получать днем а не вечером тогда она будет только приумножаться деньги полученные путем обмана знаете никогда не принесут вам радость но если такие деньги уже попали к вам то купите своим родным подарки или отдайте их тем кто в нем действительно нуждается больше покупая какую-либо вещь если вы потратили на нее все деньги до копеечки а и ваш кошелек остался пустой то стоит знать такое что пока у вас будет эта вещь достатка вам точно не видать если же при покупке вещички в кошельке останется определенная сумма денег то вы жить вам благополучие поэтому совершая покупки старайтесь сделать так чтобы что-то в вашем кошельке оставалось если на дороге лежит купюра поднимите ее если не поднимите этим покажете свое неуважение к деньгам это что не готовы принимать денежную энергию в большом количестве в свою жизнь но помните что на перекрестках мы никогда не поднимаем деньги и вообще вы на интуитивном уровне должны прочувствовать что это за купюра и что она вам принесет в жизни если к вам в дом попала чужая посуда то когда вы ее будете отдавать обязательно положите в нее перед тем как отдать конфеты пряники и тогда вы всегда будете с деньгами помните о том что обеденный стол это сакральное место это символ достатка в семье поэтому ни в коем случае нельзя ставить пустую посуду хозяйственные сумки или же пакет из магазина так как из вашего дома уйдет не только достаток но и благополучие не стоит класть на стол деньги и ключи также не стоит класть на стол так вы высказываете свое неуважение не только к столу но и к денежной энергии что не принесет вам ничего хорошего нельзя также на стол ставите пустые бутылки они принесут еще и проблемы вам со здоровьем вытирайте всегда обеденный стол чистой тряпочкой никогда не делайте это голой рукой нельзя и сидеть на обеденном столе это приведет не только к сильным проблемам с деньгами но и в результате безденежью лучше положите под скатерть несколько монет желтого цвета или купюру благодаря этому деньги всегда у вас будут водиться застолья не наливается спиртное в рюмке на весу помните они должны стоять на столе чтобы не лишиться денежной энергии ушли гости не допили не доели не делайте это за них все это нужно выбросить чтобы не оставить их энергию в своем доме и не при не переплести ее со своей так как вы не знаете какие энергии окружают тех людей которые пришли к вам в гости доме помните не должно быть два веника только один иначе ждите денежных проблем в доме будут водиться деньги если веник постоянно будет стоять щетиной вверх помните о том что никогда нельзя одалживать деньги на убывающую луну если вы не будете этого придерживаться то к сожалению деньги обойдут вас стороной вечером после захода солнца нельзя одалживать и брать деньги в долг если создалась такая ситуация и вам нужно действительно одолжить деньги то тогда ни в коем случае не давать из рук в руки используйте для этого любую деревянную поверхность или же в крайнем случае используйте белый лист бумаги помните о том что ни в коем случае не стоит одалживать деньги в понедельник так как это не подходящий и тяжелый день для таких действий одолжив нужно ждать крупных и спонтанных расходов в течение всей недели вторник этот день также не подход для любых операций с финансами не стоит в этот день и одалживать деньги а также брать их в долг воскресенье еще один неблагоприятный день для денег все что вы будете одалживать в долг воскресенье к сожалению к вам больше не вернется когда расплачиваетесь за покупки в магазине не стоит давать деньги из рук в руки для этого есть специальное место помните об этом также никогда не говорите следующие слова вот просто вычеркните их из своего лексикона это нет денег не могу купить не себе позволить и так далее не стоит употреблять слова с частичкой не так как они несут в себе безденежье и у вас действительно никогда не будет денег также нельзя и хвастаться новыми вещами дабы деньги не ушли от вас а еще хуже вас могут сглазить позавидовав тому что вы имеете в своей жизни для сохранения денег купите кошелек красного цвета из натурального материала это любят деньги они с удовольствием будут водиться в таком кошельке купюры монеты никогда не храните вместе для каждого из них должно быть свое отделение так как все они имеют свою энергию и нельзя чтобы они переплетались так как этим они внесут хаос ваш денежный поток когда кладете деньги в кошелек разглаживать их выравнивайте чтобы не было замятых уголков складывайте по возрастанию смотреть они все должны в одну сторону и открывая кошелек вы должны видеть лица на купюрах размещая купюры в кошелек про себя проговаривайте такие слова деньги к деньгам кладу богатство в свою жизнь притяну это простое действие поможет вам приумножить все то что вы уже имеете в жизни избавляйтесь от рваных купюр в первую очередь но помните что ваш кошелек никогда не должен быть пустым потому что это привлечет бедность поэтому в нем всегда должна находиться хотя бы одна купюра не нужно класть кошелек на стол или на кровать это придет к разочарованию при этом как физическом плане так и в денежном для привлечения денег лучше положите в кошелек лавровый лист в укромном месте и нарисуйте знак бесконечности что будет постоянно притягивать к вам денежные потоки в нужном количестве не храните деньги в рваном и потертом кошельке деньги этого не любят если мы приготовили в виде подарка кошелек то обязательно положите в него купюру любого достоинства желательно чтобы тот кто получил этот подарок хранил эту купюру в качестве магнита для денег нельзя в доме свистеть иначе вы можете лишиться денег причем большой сумме так как вы разрушаете денежную энергию вибрация которую издает свист если у вас в карманах образовались дырочки дыры срочно зашить и чтобы деньги не покинули вас не храните деньги в карманах они не потерпят такого отношения нельзя и одалживать хлеб и соль иначе вместе с такими продуктами вы способны отдать свою денежную удачу и поделиться своим благополучием поэтому если стоит такой вопрос то отдайте не принимайте это обратно не под каким предлогом чтобы не рисковать помните также о том что деньги отдаются правой рукой а берутся левой помните что чем реже берете деньги в долг тем меньше проблем у вас будет с ними также никогда не подавайте милостыню через порог если подаете милостыню то давайте столько сколько можете не сожалея об этом друзья это очень важная информация которую мы хотим чтобы вы знали и использовали во благо себе сами как всегда был канал эсотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии прямо сейчас на экране видео видео 2 прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ друзья